Всем привет дорогие друзья, это новая серия пути бомжа в GTA Vice City на Arizona RP. В прошлой серии мы с вами купили дом, тем самым закрыли пятую цель из нашего списка. Теперь наша новая ближайшая цель это наконец таки майнинг ферма из 20 видеокарт плюс 10. Погнали! Налог на дом уже 560 баксов и коммуналки на 60. Внимание, если счет к оплате дома превысит 3400, то работники налоговой конфискуют наш домик. И еще самое важное это если дом не застрахован, то налог начисляется в двойном размере. Поэтому первым делом погнали в банк. По дороге залетаю на заправку, заливаюсь до полного, оплачиваю коммуналку, но налоги оплатить не могу, так как нужно отыграть минимум 40 минут за сутки. Скоротать время решаю в казике, да и все равно на страховку у дома нам не хватает. Залетаю внутрь и нет, в автоматы играть мы сегодня не будем. Давайте поиграем в рулетку. Решаю пойти ва-банк, проиграю так проиграю. Ставлю на 11 ст 12 52 500. Выпадает число 11 и я выигрываю, мне начисляют 157 500. Отлично! На этой прекрасной ноте давайте и остановимся. Здороваюсь с подписчиком, чинюсь у него за сотку и погнали в страховую компанию. Тут выбираю дом, далее срок 6 месяцев и выходит на 112 500. Это ребят дороговато, поэтому пока что возьму на 3 месяца за 67 500. Главное про нее потом не забыть. Отлично! Теперь возвращаемся в банк, оплачиваю налог на дом и на транспорт. На балансе 89к. Еду до центрального рынка, ведь для улучшения наших видеокарт нам нужны смазки. Начинаю чекать все лавки и за 15 минут я вообще ничего найти не могу. И вот кстати новенькие видеокарты Arizona StableCoin. Они нам в будущем тоже пригодятся. У этой монеты курс привязан к количеству серверов по всей Arizona Games. А не как у биткоина плавающий курс. Сегодня 20, завтра 10, а послезавтра 50. Ну вы поняли. Еще смотрите, что нашел. Бак на 60 литров за 750 тысяч. А я на 160 продал за 1.7. Надо было просить походу больше. В общем начинаю чекать лавки напротив CR. И тут тоже смазок для видеокарт нет. Я вообще хз что происходит, ведь это реально ходовой товар. Биток сейчас вырос и стоит 28к. Походу в связи с этим ростом и поднялся такой спрос на майнинг. Зато нахожу тут видюхи Arizona StableCoin 5го уровня. Внимание! По 125 тысяч за штуку. Это сейчас ну очень вкусная цена, но денег у нас считайте вообще нет. Спустя час встречаюсь с ютубером Алфой, который снимает путь бомжа в Сан Андресе. Он как раз скрафтил эти смазки. Договариваемся с ним на обмен с моей доплатой. Отдаю ему 200 голды, 100 зловещих монет, 300 дерева высокого качества, 460 серебра и доплаты 80 тысяч на 98 смазок. Думаю хороший равноценный обмен. И сил у меня если что искать их больше ребят эти смазки нет. Новый день пытаюсь спуститься в подвал, а у меня оказывается отключили электричество. Да ё-моё! Заливаю канистру, еду в банк, оплачиваю коммуналку, забираю все видюхи и ресурсы из багажника и погнали в подвал. Становимся за столик и через инвентарь начинаем улучшение. Я решаю все-таки поставить себе 10 видюх на биток и 10 видюх Arizona StableCoin. Это мне кажется будет самым правильным решением. У нас тут есть два вида улучшения, самой производительности и увеличения объема. Объем у нас и так 20, так как мы на Vice City. Тут заниматься майнингом и крафтом очень и очень выгодно по сравнению с San Andreas. Шансы улучшения тут конечно такие себе, на первом уровне 63%, а уже на девятом 3%. С первого же раза видюха капается на второй уровень. В общем процесс этот достаточно долгий и нудный. Но хочу отметить, что мне очень даже повезло. Перемещаемся вперед и у меня уже одна карточка седьмого уровня, три карточки шестого левела, две карты пятого и одна третьего. Остается еще 19 смазок, по быстренькому их юзаю и теперь у нас карта четвертого левела, одна третьего и две второго левела, отлично. Теперь устанавливаю все видеокарты на полки, в каждой стойке их по четыре, закидываю оставшиеся две. У меня остается еще десять видеокарт первого левела, которые я качать точно не буду, а продам уже на CR. Но чтобы заработали наши видюхи, нужны охлаждайки и интересный факт, вся одна охлаждайка заполняет 50%, а на Vice City все 100 и это ли не счастье? Отправляюсь на CR, кушаю пиццу с хот-догом и погнали чекать лавки и денег у меня особо нет, поэтому нужно что-то из ресов нам продавать. Долго тут бегал и все смотрел, решаю продать 200 серебра по 160 за штучку, эта цена у скупа по сравнению с другими сейчас самая выгодная. Получаю я почти 30к, теперь чекаю охлаждайки и ни на одной лавке их попросту нет. Чекаю теперь напротив CR и наконец-то нахожу 27 штук по 2000, но денег на все это добро у меня к сожалению не хватит, поэтому беру 15 штучек. Возвращаюсь домой, заливаю охлаждайку в видюху, далее запускаю и так проделываю с каждой, отлично. Чекаю ферму через компьютер и все видеокарты успешно работают, поскорее бы уже узнать какая из них будет прибыль. В банке снова оплачиваю коммуналку, налоги и наш баланс составляет 4800, в следующей серии нужно будет хорошенько нам поработать.